Выставка Елены Картаевой, открывшаяся в Видновской библиотеке, называется «Рождественское путешествие». Здесь можно прогуляться по Москве, Выборгу, а также заглянуть во внутренний мир художника. Нейрофизиолог и социальный психолог по образованию, консультант по управлению по профессии и художник в душе Елена Картаева серьезно занялась живописью лишь пять лет назад. Я зарабатывала деньги, занималась серьезными вещами, но наконец решила, что пора прекратить жить как положено и надо жить как нравится. И вот стала рисовать. Начала с пастели, а затем увлеклась рисованием акриловыми красками. За пять лет она создала около ста картин акрилом и более 500 пастелью. Наверное, я пытаюсь создать такой волшебный мир, в котором мы могли бы жить, если бы имели право выбирать. И в каком-то смысле это продолжение моей работы управленческим консультантом, потому что там я занималась развитием территорий и хотела, чтобы люди жили в тех городах, которые им нравятся. А теперь я пытаюсь эти города нарисовать. На открытии выставки, после небольшого рассказа о себе и своем творчестве, Елена Картаева подарила библиотеке свои книги, где выступила как автор и иллюстратор. Одна из них под названием «Место действия» рассказывает о том, как создавать в городах точки притяжения людей, которые, по мнению автора, и делают населенные пункты живыми и развитыми. Мы обязательно в наш фонд это все возьмем и подпишешь обязательно. И, пожалуйста, приходите, читайте. В экспозиции 28 картин, портреты, пейзажи, бытовые, философские зарисовки. Для Елены это уже вторая по счету выставка. Идея познакомить видновчан с ее творчеством родилась спонтанно. У нас всегда так получается, что хорошие люди притягиваются друг к другу. И так получилось, что у нас оказывается общий знакомый. Она познакомила нас. И буквально выставка родилась за два дня, что удивительно. Каждая выставка создает свое настроение. То настроение, которое сейчас здесь, оно как-то очень соответствует нынешнему времени, преддверии Нового года. Яркое, радостное. Приходишь, и глаз просто приковывается к этим картинам, к этому многообразию красок. Елена любит путешествовать и из многих своих поездок привозит идеи для творчества. Вот, к примеру, самый старый дом в Выборге, который построен аж в 15 веке. Сложно поверить, но в нем до сих пор живут люди. Впрочем, каждая картина примечательна по-своему. Мне очень нравится, как названия устроены. Там некоторые названия. В общем, пока не посмотришь на картину и с названием сопоставишь, появляется, знаете, новый смысл какой-то. То есть сразу понятно, что автор заложил что-то еще в картину дополнительно к тому, что можно увидеть с первого взгляда. Это очень смело, креативно, необычно. Вот. Здесь, так как я знаю, что Елена, что они многое путешествуют, да, и у нее прекрасная семья, и все это выражено в ее картинах. Оценить экспозицию можно в часы работы библиотеки до середины января 2020 года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Фитнет.